Публичные слушания – это один из этапов, которые необходимо пройти, чтобы округ получил свой основной закон. Слушания были инициированы окружным советом депутатов. Согласно федеральному закону, все желающие могли обозначить свою позицию и предложить письменно за три дня до даты слушания уточнение и замечание в проект устава, чтобы затем озвучить их на слушаниях. Своим правом воспользовалась Людмила Щукина, которая призвала учитывать тот факт, что в нынешних реалиях есть запрос на новые взаимоотношения власти и бизнеса, да и всего общества в целом. Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Константин Легурица поблагодарил неравнодушную общественницу за высказанную позицию, отметив, что проект устава составлен по всем юридическим нормам. Цель сегодня в слушании – это услышать позицию граждан по данному проекту. Мы услышали позицию по данному проекту. Я думаю, что в соответствии у нас есть обращение Остренка, очень активного жителя конкурсного, есть обращение Минюста, есть обращение, которое выступающая сделала. Мы соберем все эти обращения раз. Дальше идет обсуждение уже самого проекта устава. Первое – это комиссия по нормотворчеству. Соответственно, любой депутат имеет право внести еще определенные изменения в устав. И на Совете депутатов идет обсуждение, принимается он за основу, и потом принимается в целом с учетом поправок, которые были внесены как на публичных слушаниях, так и будут, которые были внесены депутатами. Окончательную редакцию проекта устава со всеми поправками и изменениями народные избранники должны принять двумя третями от списочного состава. Ожидается, что это произойдет 7 ноября. Татьяна Трушкина, Елена Георгиева, Сергей Кошайкин. День города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова